Рзич с Посполита, Польша, Польша за и даже против. Ещий Хощинский, Рзич с Посполита, Польша. 5 июля 2019 года. Партия «Право и справедливость», ПИС, сама не может определиться, какую позицию она занимает по вопросу возвращения России права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Политики, в том числе и заместитель министра иностранных дел, на все лады повторяют, что Польша выступает против и не имеет ни малейшего отношения к этому неприятному инциденту. Да что там заместитель министра, хотя его высказывание выглядит особенно интересно, ведь оно подрывает авторитет его непосредственного начальника. Сам премьер Матеуш Моравецкий, Матеус Смрал Иечке, заявил о негативной позиции польского правительства. Он отметил, что оно лишь принимало участие в разблокировании определенных процедур в Совете Европы и не хотело препятствовать многочисленным европейским партнерам, которые высказываются за нормализацию отношений с Москвой. За этим пророссийским шагом действительно стояли ведущие члены Совета ЕС, Германия и Франция. Между тем Польша один раз его поддержала, а один раз нет. События развивались в два этапа. Сначала в середине мая на саммите Комитета Министров Совета Европы Яцепчепутович, Язопчзапутовичс, одобрил инициативу. Удивительно, что всего полтора месяца спустя кто-то пытается утверждать обратное, ведь об этом писали разные издания, в том числе «Жечь Посполита». Второй этап – это голосование Паси в Страсбурге в июне. Тогда Польша, в том числе представители права и справедливости, выступила против. В Хельсинки Чепутович поддержал возвращение России в Паси. Он встречался там с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и рассчитывал на возвращение Польши обломка в Туполево или по меньшей мере такую разрядку в отношениях, которая позволила бы организовать в десятую годовщину катастрофы торжественные мероприятия в Смоленске. Сложно предположить, что министр сам выступил с такой идеей, ведь для права и справедливости ее председателя это святыня. Я лично не вижу ничего дурного в попытке вернуть обломки самолета. Пусть даже она оказалась неудачной, но меня тревожит непоследовательная политика права и справедливости в отношении такого умелого игрока, как Россия. Если даже из польского МИД поступают противоречивые сообщения, то как разобраться в этом нашим партнерам? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.